Привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. И сегодня, пока еще все еще в автомобиле, я хочу поднять с вами, ну, очень горячую тему, как по мне, потому что звучит она следующим образом. Куда пойти учиться? Вообще, все, что связано у нас со словом учеба, оно вызывает очень много какого-то такого странного интереса. Возможно, я недавно анализировала, почему так происходит, почему, когда мы говорим об обучении, у всех какие-то начинаются разные флюиды. Возможно, это связано с тем, что мама с папой всегда говорили нам в детстве, помните, ты должен учиться, тебе надо обязательно учиться. Какого черта тебе надо учиться? Почему ты должен это делать? И вообще, почему ты должен учить то, что тебе не нравится? Такие темы родители с нами не обсуждали, потому что было все очень просто. Ты должен. И точно так же, когда мы закончили школу, мы должны были и по-прежнему, в общем-то, должны идти учиться. Дальше. Идти учиться в институт. Заметьте, мы принимаем это решение тогда, когда, в принципе, еще ничего не знаем о жизни, когда в школе мы изучаем какие-то странные предметы, которые понятия не имеем, каким образом приложить к какому-то месту, а большинство из нас все-таки училось, и дети продолжают тоже учиться в обычных школах, где им не задают вопросы о том, что тебе нравится, где не спрашивают его мнение, где не учат даже выражать это мнение, иметь его, где все четко заточены под то, что должны, как ты должен говорить, на каком языке, как ты должен думать и прочее, прочее, прочее. За нас уже давным-давно все решили. И после этого мы попадаем в какое-то учебное заведение, родитель туда отправляет, и ты должен очень быстро принять решение, кем ты хочешь быть. Например, ты должен быть экономистом. Каким образом человек принимает решение быть экономистом? Вообще кто-нибудь вообще понимает по сей день, что делает экономист? Вот что это такая за профессия? Знаете, меня эта тема тронула особенно тогда, когда я стала проводить очень много собеседований, и ко мне стали приходить люди с крутыми, по идее, образованиями в вузах. Например, в Украине крутой вуз, университет Шевченко. Ну, как бы, когда-то, когда я была, заканчивала школу, стоило поступить туда 10 тысяч долларов. Это был 2000 год. Я вам хочу сказать, что 10 тысяч долларов была все равно весьма внушительная сумма тогда. Квартиру, конечно, уже за эти деньги хорошую не купишь, но это была внушительная сумма. Так вот, ко мне на вакансию секретарей приходят люди с такими дипломами. И вряд ли, что 10 тысяч долларов они сегодня могут заработать. Но возвращаемся давайте к истокам. Все-таки я хочу в этой теме немножечко разобраться и поговорить не только о высшем образовании, а поговорить об учебе в корне. Вообще, что такое обучение? Когда нам необходимы какие-то навыки, мы можем им научиться. Заметьте, как я построила предложение. Когда нам необходимы какие-то навыки. В большинстве случаев мы отправляемся учиться, особенно получать высшее образование не потому, что нам необходимы какие-то навыки. То есть мы понимаем, что нам какие-то необходимы, но какие? Школа не давала нам возможности узнать, какие. Нас не учили задавать эти вопросы. Даже родители с нами об этом не особо говорили. Мы говорили, как, у тебя способности в математике, или у тебя способности в литературе, и что? Образование выстроено таким образом, что мы вообще не можем сформировать и понять, чего мы хотим. Родители, как правило, не хватает на это времени. Родители еще с тех времен работают по модели, большинство, что вот это престижно, а это не престижно. Никто не говорит, чего ты хочешь, к чему у тебя есть способности, склонности, в чем ты себя видишь, как ты хочешь себя реализовать. Ведь работа – это не только возможность зарабатывать деньги, это способность проявить себя в жизни, проявить свой потенциал, почувствовать себя счастливым, в конце концов, от того, что ты делаешь. Но счастливыми быть по-прежнему не в моде. И что самое интересное, вместо того, чтобы родителям поработать с детьми над их желаниями, позадавать вопросы, посмотреть на своего ребенка вообще каким-то другим взглядом, вместо этого родители заталкивают нас в понятие «должен». Как это затем отражается на нашей взрослой жизни? Забавно. Потому что, получая какое-то образование и даже превращаясь уже в взрослого человека, многие по-прежнему начинают, во-первых, искать в обучении некое убежище. Почему люди любят получать несколько высших образований? Потому что пока ты учишься, родитель как говорит в детстве, помните? Пока ты учишься, я тебе помогаю и тебя содержу. Как только ты прекращаешь обучение, я перестаю тебя содержать. Конечно же, ребенок хочет получать как можно больше образований. Это некое такое отталкивание от взрослой жизни. Что такое наше образование? Сплошная теория от большинства теоретиков. Для меня было очень интересно узнавать от своих подруг, у которых сейчас дети учатся на Западе, что, например, по маркетингу к ним приезжают читать какие-то там, как это правильно называть, пары, например, директор или главный маркетолог Найка. На практику они попадают в работающие компании. Мало того, они не просто попадают в крутые компании, а у них есть возможность там остаться работать, проявить себя. Есть высокий конкурс, есть реальное постоянное требование доказательств того, что ты в своей теме разбираешься. И большинство обучения – это реальная практика. Люди, когда идут в какой-то вуз учиться, они заранее понимают, в каких компаниях они хотят работать, что же происходит у нас. Мы ни о чем таком не думаем. Наша образовательная система – это вообще как бы совершенно отдельная история. Но давайте вернемся к тем плюсам все-таки, которые есть в нашей стране. Наверное, нигде так легко нельзя открыть собственное дело, стать предпринимателем, как, например, в той же Украине. И в России чуть-чуть сложнее, но все-таки. В Украине как бы меньше пока щемят, но я думаю, это только пока. Вопрос связан с тем, что любой навык, который нам необходим, мы можем получить на любых курсах, в принципе, за какой-то достаточно небольшой промежуток времени. Если мы склоняемся к тому, чтобы быть творческим человеком, флористом, визажистом, ведущим, то нет ничего лучше, чем пойти к тем людям, которые сегодня реально работают в лучших салонах или являются одними из лучших представителей. Сегодня все делают этот бизнес, и все зарабатывают на своих знаниях, делятся своим опытом, и это прекрасно и замечательно. Зачем, объясните мне, отправлять своего ребенка на 5 лет в ВУЗ, чтобы научиться быть секретарем, профессиональным? Зачем? Зачем отправлять ребенка, чтобы он научился быть, вдумайтесь в это, библиотекарем? 5 лет он херачит в ВУЗе, непонятно чем занимается, чтобы быть библиотекарем. Потом выходит с этой гребаной корочкой, которая никому не нужна. И главное, что он ни черта не понимает. Парадоксальные вещи. Приходят ко мне люди на собеседование. Смотрю, говорю ему, «Душа, ты юрист, чего ты сюда пришел?» Он говорит, «Так у нас же нет юридической практики, у нас вот нормально, у нас в стране». И он начинает мне рассказывать историю, почему нет. «А почему ты не знал этого раньше? Почему ты туда пошел учиться?» «Потому что меня туда засунули родители». Слышите, родители? И вот эта история в дальнейшем, человек говорит, «Я хочу получить второе высшее образование». Ты на него смотришь большими глазами и говоришь, «Зачем?» Он говорит, «Ну как же, я же юристом не буду, а вдруг я буду кем-то другим?» Говоришь, «Чего ты на курсы не хочешь пойти?» «Почему ты, мать твою, не хочешь получить простые навыки на курсах или просто в компании?» «Сегодня, ребята, настоящий трэш, настоящий капец с персоналом. Просто беда. Вот не даст мне соврать никто из предпринимателей. Настоящая задница с персоналом. Любого уровня. Потому что большинство ни черта не умеют и ничему не хотят учиться. Хороший персонал переманивается, и в принципе его на рынке нет, он где-то работает в хороших компаниях, либо же работает на себя. Невозможно найти сотрудника, ужасные вещи говорю сейчас, но очень сложно найти сотрудника, который не просто бы что-то умел, который бы хотел научиться чему-то. У меня, например, большинство людей сливаются на простых вакансиях на тестовых заданиях. На тестовом задании я хотя бы смотрю, человек, во-первых, а, готовлю он выполнить тестовое задание, б, он хотя бы чуть-чуть соображает, он немножечко в теме шарит. Дальше, готовлю он к какой-то критике, готовлю он к тому, чтобы прийти и поучиться. Не за деньги, я же плачу тебе деньги, блин. Приди и старайся. Нет, люди, как только попадают в какую-то ситуацию такую, где надо учиться, выходить из зоны комфорта, люди здесь этого не хотят. Они лучше пойдут в вуз, там, где не надо работать. Вы понимаете, беда наша в том, что теория и практика имеют колоссальную разницу. Люди зачем-то получают корочки, люди чего-то учат, но люди совершенно не хотят этого применять. Ведь главное обучение, оно происходит на практике, не в книжках, не в теории. Тем более, эта теория забывается. Почему не учиться этому? Сегодня я вам скажу даже больше. Если раньше там говорили, денег нету, информации нету, сегодня нужно просто знать ответ на главный вопрос. Что именно я не знаю? В какой теме я хочу прокачаться? Забиваем наш любимый YouTube, где масса людей, которые, блин, просвещают вам мозг в нужном направлении. Забиваем просто Google, и у нас масса информации бесплатной. Ну нет, это все неинтересно, это все не нужно. Далее, все фигачат и херачат этих ребят. Бизнес-молодость, да, там, да масса людей. Наша задача кого-то пофигачить. Но обратите внимание, хотя бы кто-то говорит о том, как реально происходит это в жизни. Нам не нравится слушать тех людей, которые реально зарабатывают деньги, которые реально что-то строят. Мы тут же их. Мошенники, придурки, уроды, еще кто-то. Любые слова вешаем на других людей, которые что-то делают. А кто те педагоги, скажите мне, которые находятся в наших учебных заведениях, которые 300 лет, блин, не занимались ни тем маркетингом, вообще ничего не знают? Я, конечно, прошу прощения, сейчас скажу о великом человеке Игоремане, да, который прекрасный маркетолог номер один, но дорогой Игореман, как бы маркетинг настолько сильно меняется, и маркетинг Игоря Мана – это не маркетолог номер один, это маркетолог для каких-то компаний, где все как-нибудь так вот расставлено, где все совачково, где элементарное. Игорь Ман учит элементарной этике в вопросах построения компании и общения между собой. Не более того, о чем вы говорите. Какой маркетинг? Какой маркетолог номер один? Если у нас такой маркетинг, то мне как бы глубоко очень жаль вообще нашу страну и себя, вот тех людей, которые таким образом обманываются и считают, что это маркетинг. Где маркетинг? Большие вопросы. Возвращаемся к теме. Моя позиция такова, что если вы хотите чему-то научиться, потратьте на это, уделите этому небольшой промежуток времени, выделите это, и начинайте это активно практиковать. Нельзя научиться садиться на шпагат, читая об этом теорию, изучая, наблюдая за тем, как это делают другие, слушая об этом истории. Пока вы не начнете рвать свои собственные связки, растягивать, тянуть, вот эту всю боль переживать, у вас 300 раз не получится, у вас будут дрожать ноги, мышцы, вы ничему не сможете научиться. Не надо, забудьте в нашей стране о сильном образовании, если вы не понимаете, зачем оно вам нужно, если вы не понимаете, в какую компанию вы пойдете работать. Задайте себе вопросы, а что делают люди, которые называются какой-то профессией? Расскажите своим детям о том, кто такой пекарь, кто такой маркетолог, он чем занимается, как он применяет свои знания, каким образом это работает. Разберитесь, в конце концов, сами, а не ведитесь на вот эти крутые названия, на которые я тоже в свое время повелась, потому что маркетолог, это звучало как-то гордо, интересно, такое слово, я не понимала значения этого слова, но менеджер, да, вот менеджер тоже так очень хорошо звучит. Какой менеджер? Что вы имеете в виду? Что вы в это вкладываете? Ребята, очень важно задавать себе эти вопросы, очень важно рассказывать своим детям о том, что жизнь – это не страдание, и не заработок денег, и не обучение, это проявление и нахождение собственного потенциала, это выражение собственного потенциала, это возможность теми силами, которые тебе даны, и возможностями свыше, развивая их, делать что-то, каким-то образом улучшать мир. Спасибо большое всем этим миллиардам людей, которые живут, жили, и, я надеюсь, будут жить, и улучшать этот мир так или иначе. Самое дурацкое, опять-таки, что меня раздражает, это наша неосознанность, и вот это дурацкое непонимание, ты должен принести диплом. Цель какая? Пойти получить диплом, так пойди купи его на рынке. Зачем? Получить диплом, и что потом делать с этим дипломом? Мама, папа, что вы творите, родители? Куда это все вообще катится? Это ужасно. К сожалению, в наших странах высшее образование в большинстве своем, возможно, за редким исключением, я не утверждаю, это всего лишь бизнес. Причем, такой, знаете, бизнес, который создали другие, потому что другие манипулировали сознанием, другие когда-то говорили о том, что должны учиться, есть комсомол, есть еще что-то, и это вложено в нас, ну, вложено в нас. И нам очень тяжело, у нас, да, когда спрашивают высшее образование, у человека сразу же чувство вины наваливается, как это у него нет высшего образования, это же стыдно, это же неудобно. А мне, как работодателю, глубоко плевать, есть ли у вас высшее образование, мне важно, хотите ли вы у меня работать, есть ли у вас ценности какие-то, готовы ли вы делать что-то классно, готовы ли вы отдаваться своему делу, готовы ли вы учиться, готовы ли вы сбивать коленки в кровь, готовы ли вы получать от этого удовольствие, да ну ли вам это в принципе, на ваш диплом мне глубоко лично наплевать. И в моей команде, я, честно говоря, даже не помню, не знаю, у кого там какие дипломы, я знаю, что у меня замечательные ребята, которые болеют за свое дело, и которые каждый день стараются становиться лучше, которые стараются делать так, чтобы мы видели и понимали ценности вместе со своими клиентами того, что мы делаем. Мне нравятся люди, которые имеют цели, которые замотивированы, которые живут. Люди с дипломом или без диплома для меня лично не имеют никакого отношения. Если вы хотите чему-то научиться, подытожим, посмотрите курсы и тренинги, не тратьте на это 10 лет, не тратьте на это 5 лет, не тратьте на это даже больше, чем там несколько месяцев. Перестаньте вестись на эти вещи даже в тренингах, когда вам говорят год или два ты будешь учиться, ты будешь получать модули. Это все фигня и развод чистой воды, потому что если вы словите кайф и словите саму суть, то в течение месяца вы можете заработать свои первые деньги, вы можете приумножаться, вы можете собирать классную команду, определяет ни дипломы, ни количество модулей, ни количество знаний, все это полная чушь, абсолютно. Самое главное это ваши горящие глаза, это ваше желание или нежелание уснуть, желание быстрее проснуться, желание быстрее постичь, желание выбить двери кому-то в хорошем смысле и сказать, я хочу у вас работать, я готов делать все, что угодно, учите, смотрите, я буду впитывать как губка. Вот что является истинной ценностью в образовании, поэтому куда пойти учиться, идите учиться в компании, умоляйте людей вас взять, изучайте, пробивайте этот интернет, добивайтесь и забывайте о том, что ценность могут предоставлять какие-то корочки, это абсолютно не так. Учитесь у практиков, учитесь быстро и получайте от этого удовольствие, это самое главное. Ну и не забывайте, конечно, подписываться на мой канал, который, как я вам напоминаю, будет и дальше, ну не и дальше, вернее, начнет уже вот-вот трансформироваться весьма значительно, у меня будут появляться совершенно разные видео, совершенно разные съемки, разные герои и много всего. Спасибо, что меня смотрите, для меня это важно, ценно, и если вы можете у меня чему-то научиться, на здоровье, учитесь. Всем хорошего дня!